Продолжаем выпуск. Детали громкого нападения на инкассаторскую машину в Жанаузене озвучили правоохранители. Накануне им удалось задержать третьего подозреваемого. Предполагаемая преступная группа состоит из трех мужчин. Все они местные жители. По данным следствия, один из нападавших был сотрудником инкассаторской компании. Напомню, вечером 3 декабря у водителя инкассаторской машины злоумышленники, угрожая ножом, забрали три сумки денег. Это больше 62 миллионов тенге, почти 20 тысяч долларов и порядка 500 тысяч российских рублей. По данным полицейских, была создана специальная следственно-оперативная группа, были изучены все записи с камер видеонаблюдения и составлены возможные маршруты преступников. Для их поимки полицейские перекрыли все въезды и выезды из города. Преступников удалось поймать спустя 9 дней. Как выяснилось, деньги грабители поделили между собой и спрятали. Ту же ночь, ночью задержана похожая автомашина. При осмотре были замечены повреждения, зашпакливаны со свежей краской, которую скрывали место от пуль. Водитель автомашины задержан, был доставлен в управление полиции города Жан-Новзен и начал давать показания. 10 декабря нами был задержан второй подозреваемый. В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый закопал деньги во дворе котельной. 11 декабря утром задержан третий подозреваемый, который также хранил денежные средства дома.